Всем привет! Меня зовут Мария, я начинающий режиссер. Закончила эссея Академии в городе Бангкок, и мне бы хотелось поделиться своим опытом по созданию своего первого короткометражного фильма «Барбершоп». Поехали! Самое первое и самое важное в создании любого фильма – это история. Пасово вдохновения? На него нужно от недели до полугода. Все зависит от вас. Полгода? Неужели? На создание моего короткометражного фильма меня вдохновили историю о Генри, родственной душе. Лежать тихо, тихо лежать, руки вверх. И естественно сюда припрусовался личный опыт, опыт других людей, и получилось совершенно что-то другое. И вот когда история уже была готова, необходимо было оформить ее, написать сценарий. А вот он дальше пишет. Хотели гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. Необходимо было понять, кто твои герои, как они двигаются, как они разговаривают, во что они одеты, где происходит действие, то есть локация. И тут мы плавно возвращаемся к бюджету. Мари! На деньги! Написание сценариев у меня шло параллельно с планированием бюджета. Необходимо было просчитать все свои затраты на создание этого фильма. Так правильно. Тоже мне деньги, понимаете? Десять тысяч. А то я не делал, где за тысяч. Сейчас он пойдет. Аренда помещения, локации, включительно с днями репетициями, это оплата актерам, это костюмы, это реквизиты, это оборудование, это команда, это питание. И в одном я очень сильно промахнулась. Промахнулась я с локациями. И цена должна быть нормальной, чтобы не пришлось продавать последние штаны. А что с этим не так? С этим все в порядке, Томби. Вторая сцена должна была проходить в морге. То есть это медицинское помещение. Я не думала, что будут большие проблемы с поиском медицинского оборудования или медицинского помещения. Поэтому я заложила сумму примерно в два раза больше, чем на первую сцену. По-вашему, у вас с головой не все в порядке? На тот момент, когда дата съемок приближалась, мы начали, естественно, уже бронировать. Но нам выкатили цену от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей за один день. Без репетиционного дня. И это только за оборудование. За старое, нерабочее оборудование. Плюс еще аренда помещения и вывоз всего этого оборудования. О, боже, это просто какой-то кошмар. Ну как? Невозможно договориться с какими-нибудь клиниками, ветеринарками, какими-нибудь маленькими частными больницами. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Вы напрасны, господа, ходите. Мое удивление было, что просто никто не согласился и никому этого не нужно. Так как здесь проблем с медициной у них нет. И более того, это один из самых выгодных бизнесов в Таиланде. И связывать себя ради одного какого-то съемочного дня никто не стал. Никому это не интересно. У них есть медицина, все, они больше ничем не занимаются. Да, снимают здесь голливудские фильмы, когда, да, они снимают целые этажи, и там разнословные деньги за аренду такого помещения. Естественно, я тягаться не могу. И позволить себе такого не могу. Даже старое оборудование. Я очень бедный. Я год не был в варе. В итоге было принято решение поменять сценарий. Это нужно было сделать за короткие сроки. И, естественно, подогнать его под локацию нам доступную. Здесь мне помогла Ольга Коровченко из города Новосибирск. Она отлично почувствовала героев, отлично почувствовала историю. И заочет здорово прописала диалоги. Данный сценарий написала за достаточно короткий промежуток времени. У нас с режиссером проекта Марии совпало одно видение картинок. И я предложила снимать вторую часть сэма в баре. Чтобы дополнить характеристику персонажей, я решила обратиться к литературным и художественным источникам, таким как Шекспир и Сальвадор Дали. А когда мне Мария уже отправила готовую версию фильма, я была в полный восторг от реализации идеи и в обращении в жизнь. Теперь про команду. Изначально, с момента идеи, моим главным помощником и лайн-директором была Альмира Дарибайла, по совместительству моя подруга. Она следила за тем, что происходит на площадке, да и не только, так как команда маленькая, нам приходилось отвечать за очень многие вещи. Когда Маша мне только предложила помочь в съемках ее собственного фильма, я недолго, думаю, конечно, согласилась, но на тот момент я даже представила себе этот план, сколько это сложно, насколько это ответственное, насколько это объемное, насколько это муторная работа. Но уже сейчас, конечно, с улыбкой на лице, со спокойствием, я могу сказать, что я с этим справилась, исправилась хорошо, но на тот момент, конечно, было не все так просто. На площадке присутствовало где-то еще 5 человек. Это звукооператор, это гаффер, это инженер по свету, он же по совместительству был и камераоператором, это гримеры и еще несколько помощников с оборудованием. В общем-то и все. Расскажу несколько смешных историй, которые происходили во время съемки первой сцены. Изначально на роль Бэя у нас планировался другой актер, но на генеральной репетиции за день до съемок он не знал текста, чем сорвал нам генеральную репетицию, и мы приняли решение заменить актера в этот же день. Мы назначили новую репетицию с другим актером, все прошло замечательно, затянулось это до ночи. На следующее утро мы начали снимать. В 7 утра мы начали готовиться, выставлять свет, настраивать оборудование, гримировать актеров, выдавать ценные указания, организовать завтрак. И к съемкам мы приступили только спустя 4 часа. То есть это где-то в 11 часов. К этому времени уже подъехал человек с настоящим пистолетом, с реквизитом. И тот актер, которого гримировали, на роль Бэя соскочил, даже не закончив грим, начал проверять пистолет, и после этого никогда не выпускал его с поля зрения, так как он очень переживал, что он будет заряжен. Они вообще как? Стреляют? Конечно стреляют. Что ты знаешь? Это ведь муляжи. Что ты знаешь, как муляжи? Да и вообще этот актер очень много настрадался, потому что по сюжету то его тащат, то его бьют, то у него весь рот в кинокрови, то ему приходилось смазать глаза специальной мазью, сделать их красными, имитировать разбитый нос. И еще вдобавок ему пришлось лежать на мокром полу в конце сцены, где было вокруг очень много оборудования и света. Естественно, мы все это прикрепляли на стены, все провода, чтобы не касалось воды. Но он очень переживал, он говорил, я не хочу на самом деле умирать. Потом был еще один смешной момент, так как по сюжету фильма они много кричат, ругаются, и это действительно выглядит очень правдоподобно, и соседи, они не в курсе, что у нас происходит. Я очень переживала за соседей, что в один прекрасный момент будет стук в двери, нам скажут, что происходит. Ишь ты, дабы, 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 дабы. И нам пришлось подождать, пока этот краб закончится, иначе он был бы в кадре, он был бы в звуке. Был еще один смешной момент, а также была сцена, и когда Майк наводит пистолет на Бэя, тут все замирают, и тут звонок в дверь. Мы все так поворачиваемся, я подхожу к двери, нас спрашивают, не хотите ли вы брать помещение? Я обратно смотрю на нашу сцену, все в крови, Майк наводит пистолет на Бэя, все с оборудованием, он говорит, не сегодня, не сегодня. Выпьем кофе и свалим к черту из Невады, пока горничная не пришла. Сейчас переходим ко второй сцене. Этап подготовки абсолютно схожий с первой сцены. Здесь также у меня возникли проблемы с актерами. На роль посетителя я выбрала очень довольно-таки известного актера в Таиланде, но когда я озвучила его имя своей команде и другим актерам, они наотрез отказались с ним работать в связи с его несносным характером. У меня плохой характер. Это у меня-то он плохой? Да! Кто сказал? Здесь передо мной возникла новая проблема в поиск другого актера. Я все-таки приняла решение в пользу своей команды. И о чем не пожалела. В итоге нашла очень хорошего актера, который идеально подходил под образ посетителя. Но он был занят. У него были другие съемки. Нам пришлось подождать его. И мы перенесли съемочный день на две недели позже. Мы соберемся снова. И вообще, когда ты начинающий молодой режиссер, довольно-таки непросто работать с актерами, у которых есть большой опыт. Рано или поздно они начинают тебя подавливать и прогибать от себя. Я начальник. Мне поручено. Да. Мне. Тебе. А кому? Уж не тебе ли? А ты кто такой, скажи, пожалуйста? И здесь очень важно сохранить эту разумную грань между тем, когда они действительно дают дельные советы и грех этим не воспользоваться. И не забывать в то же время, что они актеры. Они не разбираются в правилах съемки. Они не разбираются в правилах монтажа. И также им нужно показать и рассказать это. Было у меня на съемочной площадке. На второй сцене, когда актеры были возмущены моей излишней придирчивостью к их непоследовательности действий. На что я им объяснила, что от вашей импровизации не будет толку, если ваши действия не будут совпадать. Если ваши руки, ноги, головы, все это будет гулять и не совпадать между собой. Здесь, конечно же, мы друг друга поняли и дальше съемочный процесс только приносил удовольствие. Хорошо, вы меня убедили. Вы начальник, я заместитель. Пусть предположим, что такое сразу. Руки, культура. С какими еще трудностями я столкнулась во время второй съемки? Это, наверное, помещение. Помещение было очень маленькое, с кучей отражающих поверхностей, где приходилось постоянно скрываться в нашей съемочной группе. Приходилось стоять друг к другу рядышком буквально. И вообще время ушло очень много на устранение этих отражающих поверхностей. Что я для себя поняла, и это было мое упущение, что съемочная команда должна всегда одеваться в черный цвет. Рассказывать о съемках можно бесконечно долго. Но вот самые важные вещи, на мой взгляд, которые должны быть при съемке фильма. Первое – это твоя история. Да, твоя идея. Второе – это сценарий. Третье – это бюджет. Бюджет – это одна из самых важных вещей в кинопроизводстве, так как ты должен понимать, какими ресурсами ты обладаешь и потянешь ли ты свою идею. Четвертое, что очень обязательно, это расходровка. Называется это на английском storyboard. И также floor plan. Floor plan – это план по его помещению, план оборудования, ракурсов, где будет находиться оборудование, с каких точек ты будешь снимать, где у тебя будет расставлена камера, будет она двигаться. Ну, в общем, все об этом. Чем лучше все это подготовлено, тем меньше времени у тебя будет занимать съемочный процесс. Пятое – это, конечно же, подготовка. Это поиск локаций, это поиск актеров, это поиск команды, от грима до принадлежности. И тут необходимо учесть все. И это, кстати, занимает очень много времени. Пятое – это сам съемочный процесс. Тут важно быть организованными, работать в команде, помогать друг другу. Пятое – это сам монтаж. Плюс осучка, музыка. В общем, все это занимает огромное количество времени и сама отдача. Здесь главное – любить свое дело. Что бы еще хотелось рассказать по поводу моего сюжета? Как часто мы конфликтуем, спорим из-за пустяков и чем обычно это все заканчивается? Спор, в котором люди изначально не настроены на восприятие чужой точки зрения, чужого образа жизни, мировосприятия, а базируются лишь только на нравится и не нравится, не имеет никакого смысла. И тут я вспоминаю свою любимую шутку. В чем секрет вашего долголетия? А вы знаете, я никогда не спорю. Не может быть. Не может быть, так не может быть. Субтитры создавал DimaTorzok